Здравствуйте! Вы смотрите ОТВ. Меня зовут Евгения Августина. В Одинцовском округе стартовала летняя оздоровительная кампания. В минувшую пятницу более 70 школьников отправились в лагерь «Алмаз», расположенный в Рузе. Сколько юных жителей муниципалитета в этом году отдохнут за городом? Об этом мы сегодня поговорим с Натальей Вячеславовной Караваевой, начальником управления социального развития администрации Одинцовского округа. Здравствуйте, Наталья Вячеславовна! Здравствуйте, Евгения! Олег учится на педагогическом. В этом году впервые стал вожатым в детском лагере. Говорит, что уже год работал с ребятами и сейчас чувствует себя уверенно. Я в этом году закончил школу вожаток «Девятая планета», и мне повезло поехать в ДОЦ «Алмаз». Какие новые знания и эмоции ты хочешь получить, когда поедешь? В основном опыт с детьми, потому что мое образование связано с этим, и я буду в дальнейшем работать тренером с детьми, поэтому я хочу научиться с ними работать. Вот именно этот конкретный опыт я хочу там получить. А вот родители и радуются, и очень переживают. Саша и Алена тоже едут впервые. Мама довольна. Хорошо, что после режима самоизоляции дети смогут выехать, отвлечься, получить новые знания. Будет что учителю рассказать по кружку своему. То есть ты потом хочешь приехать, еще и учитель научить? Да. За 21 день смены родители не смогут попасть в лагерь, но есть возможность делать передачи. А еще можно наблюдать за детьми на сайте, где будет вестись видеотрансляция. Самое интересное, что научная смена, наукоград. Поэтому когда мы приехали, то работали лаборатории, открывались, буквально прям открывались, готовились к ребятам. Вот и то, что они сегодня едут, я им просто завидую, потому что 21 день они будут заниматься и здоровьем, и наукой. Но самый главный девиз, который взяли руководство лагеря «Наукоград» в Рузе, это свежий воздух. По словам руководства муниципалитета, территорию лагеря в Рузе не затронуло подтопление. Она находится в лесном массиве на возвышенности. Смены этим летом будет две. Лагерь успеют посетить 130 школьников от 7 до 12 лет. Поедут именно те детки, которые по очереди через электронную систему подали документы где-то в январе, феврале, в марте месяце. Подать заявку на отправление детей в летний оздоровительный лагерь можно через портал госуслуги. Я очень люблю начинать всегда с базовых понятий. И, конечно же, хочется рассказать о том, как мы готовились к летней оздоровительной кампании. Как всегда, запланированы достаточно большие финансовые средства, которые мы планировали использовать для приобретения путевок в загородное оздоровительное лагеря, для проведения лагерей с дневным пребыванием и для оплаты работы наших несовершеннолетних. Да, не все хотят отдыхать летом. Кто-то хочет поработать. Я тоже бы хотела об этом рассказать. Безусловно, расскажу. И во время конкурсных процедур, которые проводились еще в феврале-марте месяце, были определены три загородных лагеря, которые находились в Крыму, в Краснодарском крае и в Подмосковье. И также мы планировали приобрести путевки в палаточный лагерь, который находится на территории нашего Одинцовского округа в парке «Патриот». Ну, пандемия внесла изменения в наши планы. И теперь обо всем по порядку. Да, куда же поедут наши дети? Какие же сначала деньги? Это действительно очень большие финансовые средства. Это более 34 миллионов рублей, из которых около 20 миллионов – это бюджет округа. И более 14 миллионов – это субсидия Московской области. Мы предполагали, что… вернее, даже не предполагали. Мы приобрели путевки в лагерь «Алмаз», который находится у нас непосредственно в Подмосковье, на территории городского округа Руза, куда уже отправились наши ребята. Мы приобрели путевки в Краснодарский край, 150 путевок на море, и в Крым – 157 путевок. Вот, к моему великому сожалению, впервые вообще за историю моей работы мы расторгли эти контракты, потому что постановлением губернатора и распоряжением главного санитарного врача выезд в загородные организации за пределы региона, где проживают дети. Только в Подмосковье. Только тот регион, где дети проживают. Здесь еще есть одни очень важные моменты. Первое. Смена должна быть не менее 21 дня. Промежуток между сменами должен быть не менее двух дней. И есть у нас стандарты, которые лагеря должны очень четко соблюдать. И только в этом случае мы можем отправлять туда детей. Это 50% от стандарта наполняемости. То есть мы можем, если лагерь запланирован на 400 школьников, то мы можем отправить туда только 200. Ну и, соответственно, это одноразовая посуда, это соблюдение всех норм безопасности, средства изоляции, которые используют наши вожатые, наши воспитатели, организаторы лагерной смены. Все это очень четко должно быть соблюдено. И еще одно условие, которое должны понимать наши родители, это так называемая консервация. Дети все заезжают в один день, начинается лагерь, и из лагеря и в лагерь практически никто не может ни въехать, ни выехать. Родительского дня не будет. Не будет родительского дня. Но мы все должны прекрасно понимать, что наша задача ребятишек оздоровить. Итак, давайте еще раз вернемся. У нас не будет Крыма, у нас не будет Краснодарского края, и у нас будет только Подмосковье. Но, опять же, возвращаясь к тому, что это очень достаточно сложный процесс, направление детей, это конкурсные процедуры. Итак, на сегодняшний день у нас приобретено 130 путевок в лагерь «Алмаз». Сейчас мы провели переговоры с нашими партнерами из лагеря «Алмаз». Они нам разрешили докупить еще 13, то есть мы несколько увеличим количество детей. А заявок-то у нас уже значительно больше, чем 700 от родителей. Рассчитывали, да, и на другие лагеря. Конечно, потому что заявки поступают в установленном порядке, через электронную систему, через личный кабинет на портале государственных услуг. Родители еще с января месяца мечтали отправить своих детей оздоровиться в летний период. И, конечно же, мы четко следуем электронной очереди. И я немножко хочу порадовать наших родителей. Сейчас мы понимаем, что, несмотря на то, что мы не сможем, мы уже четко понимаем, не будет Крыма, не будет Анапы, но мы пытаемся сейчас выстроить свою работу так, еще дополнительно приобрести путевки в загородные лагеря, которые находятся на территории Подмосковья, пока ведутся переговоры уже после того, как были приняты основные решения наших региональных и федеральных властей. И, возможно, появятся механизмы, когда мы отправим ребят наших в другие, не в Алмаз, а в другие лагеря, которые смогут дополнительно принять наших школьников. Потому что для нас очень важно, чтобы как можно больше ребят поехало в такие лагеря, потому что большая часть этих ребят – это детки, находящиеся в трудной жизненной ситуации. И здесь не только важно их развлечь, важно их оздоровить, но и просто элементарно накормить. Так что вот такая ситуация у нас. Ну, а все же в воздухе детки хорошо кушают. С лагерями. Очень хорошо. И вот все лагеря, которые были в предыдущие годы, дети очень многие отмечали. Что тебе больше всего запомнилось? Как кормили? Котлеты всегда, все говорят, были очень вкусные котлеты. Первая смена в Алмаз уехала. Сколько ребят отправились? 71 школьник. 71, если быть точнее. Это, я так понимаю, и из трудной жизненной ситуации. И многодетные. И детки из многодетных семей. Я все время говорю о том, что вот у нас есть две основные категории. Это дети трудной жизненной ситуации по различным причинам, просто по различным причинам. И одаренные дети. А в Одинцовском округе все дети одаренные. Поэтому стараются каждый год охватить как можно большее количество школьников. В этом году, к сожалению, не такой большой охват будет из-за пандемии коронавируса. И компания началась позже, чем обычно. Но, тем не менее, все равно стараемся, я так понимаю. Стараемся. И вот очень долго мы ждали разрешения открытия лагерей с дневным пребыванием. Как вы знаете, у нас всегда прекрасно проходит именно вот компания в направлении организации лагерей с дневным пребыванием на базе общеобразовательных учреждений. Это всегда массовая компания. Мы много охватываем. В этом году, опять же, из-за того, что у нас переместились сроки, обычно всегда это было в июне месяце, в этот раз конец июля, середина августа. Здесь четкая, опять же, есть инструкция. 21 календарный день. И мы смогли открыть в соответствии со всеми требованиями 34 лагеря с дневным пребыванием. Программа стартует с 27 июля. В общем-то, определены уже и образовательные учреждения, которые открывают, и детки, которые пойдут в эти лагеря. А детки попадали в эти лагеря вот так же через госуслуги? Нет, это через заявление родителей в соответствии с направлением, которое открывает образовательная школа. Образовательные учреждения – это для младших классов организовано или для средней параллели, или это какое-то экологическое направление, или все-таки творческое. Поэтому вот 34 у нас будет лагеря, в нем отдохнут 1447 школьников. Но на базе образовательных учреждений не только лагеря будут с дневным пребыванием, но также будет организовано 45 бригад с оплатой труда несовершеннолетних. Здесь очень много условий надо соблюсти. Ну, конечно, первое – это безопасность наших школьников. Второе – это, как у взрослых, они оформляют все документы, собирают, предоставляют эти документы в образовательные учреждения, потому что по итогам своего труда за месяц наши ребята получат 7525 рублей. Неплохо. Очень неплохо. Но я здесь хочу сказать, что здесь нам еще очень помогает Центр занятости населения, который в виде материальной поддержки выплачивает 2250 рублей. Очень хорошая поддержка для наших школьников. А кто может в эту бригаду поступить? Какой возраст? Это школьники старше 14 лет. Для них определены рамки временные, когда они могут работать. Ребятам, которым еще не исполнилось 16 лет, они работают 4 часа. Старше 16 лет, если есть кому-то уже 16 с хвостика, то их рабочий день уже 6 часов. И, соответственно, этот труд должен четко соответствовать несовершеннолетнему. Здесь не будет токсичных материалов, здесь не будет большой физической нагрузки. Но это, как всегда, подготовка образовательного учреждения к новому учебному году. Покраска, починка, передвижка мебели. То, что раньше мы делали бесплатно, теперь можно сделать заработную плату. Да, теперь все-таки можно поддержать и себя, и свою семью, и получить за это заработную плату. Это очень хорошая социализация. Такие бригады у нас также пользуются большим-большим спросом и любовью наших школьников. К сожалению, так сложилось это лето, когда наших ребят не берут на предприятие, в организации. Я безмерно благодарна нашему Комитету по делам культуры, которые тоже смогли создать несколько рабочих мест для наших школьников, тем самым поддержав определенное количество семей. Ну, я так понимаю, что наши школьники любят работать. Число как меняется год от года, больше становится? К сожалению, сейчас, опять же, по тем условиям, которые смогли организовать четко со стандартами, чуть-чуть меньше, чем в прошлом году, но, тем не менее, 717 наших ребятишек будут работать. Это очень хорошо. Также будут работать в масках, перчатках или в зависимости от ситуации? В зависимости все-таки от ситуации. На улице у нас теперь масочный режим отменен, поэтому можно себе позволить. Но в общественных местах мы обязательно должны все-таки продолжать соблюдать масочный режим. Прежде всего, заботясь о своем здоровье и здоровье своих близких. Безусловно, лагерь «Алмаз», я так понимаю, что первая смена, ну, как, наверное, и все последующие, будет тематической. Вот чем наши ребята будут заниматься сейчас? Ну, вот первая смена – это киносмена. И артисты, которые очень дружат со Зенцовским округом, поддержали нас и будут передавать виртуальные приветы нашим школьникам, которые находятся в лагере «Алмаз». А программа там будет очень разнообразной. Здесь иностранные языки, и компьютерные технологии, и большая творческая программа. Скучно? Точно не будет. Тем более, сейчас все соскучились по общению, просидел столько времени дома, еще и учебный год заканчивали дистанционно. Сейчас поздно уже принять участие в оздоровительной кампании? Я думаю, что нет, не поздно. Я все-таки думаю, что надо, если родители хотят, чтобы их ребенок был направлен в какой-то из лагерей, которые все-таки, я очень надеюсь, что мы сможем предоставить такую возможность, все-таки подать заявление на портале государственных услуг. Здесь нет никаких гарантий, мы не будем лукавить, но шанс есть, а я всегда за шанс. А если лагерь с дневным пребыванием, то еще проще с тем работают? Я думаю, что списки уже сформированы, но изучить эту возможность, спросить, проявить свою родительскую активность всегда можно. А на следующий год когда нужно начинать беспокоиться об отдыхе? Дай бог, все будет хорошо и коронавирус. Я бы рекомендовала сделать это прямо вот в последних числах января, в первых числах февраля, то есть прямо начиная с текущего, с календарного года. Спасибо большое, Наталья Вячеславовна, что пришли к нам сегодня в студию, ответили на наши вопросы. И спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. До новых встреч на ОТВ. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok